Более 40 предпринимателей представили свою продукцию на форуме «Бизнес Рестарт-2023». Эксклюзивная продукция, уникальные разработки местных производителей, прогрессивные стартапы. Здесь можно было найти буквально все – от технологических новшеств до продуктов питания. Чем славятся химки – расскажем. Наталья Евкина производит наборы для выпечки дома, которые выглядят необычно и аппетитно. Внутри полный набор ингредиентов и рецепт готового блюда. Здесь все, что нужно для готового торта или кекса. Я сама мама двоих детей. Мои дети часто мучают меня с тем, что нужно что-то быстрое испечь. И для того, чтобы моя кухня была чистая, а выпечка вкусная, мы собрали полный сбалансированный состав ингредиентов для выпекания нескольких видов. Например, это у нас овсяное печенье с ММДемсом. Здесь малиновый пирог с миндалем. Мимо стенда Елены Запрягаевой пройти сложно. Дело в необычных цветах, которые помимо своей внешней оригинальности еще и съедобные. На первый взгляд может показаться, что это настоящие цветы. Но на самом деле это сладкий десерт, а именно зефир. Елена, расскажите, что это за изделие и как вам удается делать их настолько похожими на настоящие цветы? Да, мои цветы действительно похожи на реалистичные. Я к этому пришла большим трудом. Этот весь зефир сделан из натуральных продуктов на основе фруктово-ягодного пюре. В Химках немало мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь украшения, игрушки, сувениры и даже посуда. Мария Бабич уже три года изготавливает тарелки, кружки и другие предметы быта своими руками. Это изделия из керамики, сделанные на гончарном круге при помощи молочения, овощения. То есть это абсолютно эко-продукция. Знаменитые трюфели от Химкинского торгового дома шоколада любят не только в России, но и далеко за ее пределами. Компания поставляет шоколад в Белоруссию, Казахстан, Монголию, Китай, Таджикистан, Узбекистан. Наша компания относится к малому бизнесу. У нас фабрика, производство, находимся на территории городского округа Химки. Мы являемся производителем шоколада. Производим шоколад как классический, так и не классический шоколад для здорового образа жизни. Это шоколад на альтернативном молоке без сахара. Среди оригинальных коробочек с десертами, наш взгляд, зацепили круглые изделия, похожие на пирожки в панировке. Мы поспешили узнать у кондитера Екатерины Слуцкой, что же это за чудо кулинарии. Моти – это японский десерт, который состоит из рисовой муки. Он не содержит глютена с низким содержанием сахара. Тянущаяся оболочка, а внутри невероятно вкусная начинка. Она может быть ягодной, фруктовой, карамельной, шоколадной, с орехами. Это тренд этого года, который просто влюбляет с первого вкуса, скажем так. Вопросы, если это начинка, то есть коммерческие, некоммерческие, все вопросы пускают. Какие-то присъединения нет. Это удивительно. Какая начинка? Жирная сахара. Очень нежная, таящая структура у десерта Моти. Так что всем очень рекомендуем его когда-нибудь попробовать. Спасибо. Спасибо. Помимо сладостей в Химках производят снейки, закуски и широкий ассортимент сыров. Представлены сыры. Производим у нас здесь в Химках. Молоко натуральное приводится из Подмосковья, с фермы. Тут представлены позиции адыгейские, сулугуни, халуми для жарки, итальянская линейка сыров, буратта, моцарелла, строчтелла. Кроме кулинарии и кондитерских изделий, Химки славятся и рукоделием, декоративно-прикладным искусством. Яркое этому подтверждение – коллекция костюмов в народном стиле от Любови Камаевой. Она – руководитель школы творчества эпохи, известный в округе деятель, мастерица, дизайнер. Фонарик – мышутка «Солнце» и сочная владимирская мышутка с дипротипами, разделами «Мистера». Представлены… Помимо коллекции и нарядов, Любовь Камаева подготовила разнообразные изделия ручной работы. Расскажите, что вы сегодня приготовили для этого мероприятия? Ну, мы, во-первых, сделали свою небольшую выставку своих работ, работ наших мастеров, школы творчества эпохи, ремесла. И конкретно к «Бизнес-рестарт» мы сделали вот такие замечательные пряники с эмблемой «Бизнес-рестарт». Это вот будут как в качестве и подарков для наших замечательных гостей от нас и как бы для гостей форма. Но у вас есть не только пряники. Покажите, пожалуйста, еще свои изделия. У нас есть замечательные вышитые сумки. Это ручная работа. Это сделано по мотивам «Русского севера». Это ручная работа с дополнением меха, кожи и вот цветная гладь такая по подстилу. Широкий ассортимент разработок и продукции подтверждают стабильный рост предпринимательской активности в Химках. Ни пандемии, ни какие другие внешнеполитические события не смогли изменить уверенность у тренда. Каждый год создаются новые рабочие места, приходят новые инвесторы, открываются новые производства. И даже за 9 месяцев, только за 9 месяцев этого года, порядка 5000 рабочих мест в новых созданных городах. За высокими достижениями внушительные цифры, которые еще раз доказывают, что все возможности для развития бизнеса в современных условиях есть и их становится все больше. Тем более сейчас, после того, как многие наши дружественные страны отказались нам поставлять, открылось очень много ниш для работы. И бизнес сначала был в шоке, а сейчас интенсивно развивается. В Химках все бизнесмены имеют возможность получить необходимые услуги для начала и развития предпринимательской деятельности, подать заявки на получение мер поддержки. Меры поддержки, которые оказываются разными уровнями власти, они действительно необходимы для развития бизнеса, для развития импортозамещения. В рамках деятельности нашего местного отделения партии «Единая Россия» активно набирает обороты, проект выбирает свое. Ранее городской округ стал абсолютным лидером среди муниципалитетов Московской области под бом ключевым показателем развития бизнеса – количество субъектов малого и среднего предпринимательства и по темпу их роста. Я считаю, что вот такого рода мероприятия, они благотворно влияют на малый бизнес, на средний бизнес, а также и поддерживают крупный бизнес. И вот это вот взаимодействие предпринимателей, оно постоянно усиливается. Для развития бизнеса, расширения партнерских связей и заключения выгодных соглашений в Химках регулярно проводят форумы, круглые столы и конференции. Очень важно проводить такие, такого рода мероприятия, для того, чтобы состоявшиеся бизнесмены и коммерсанты могли повысить свой уровень и найти для себя какие-то новые направления, новые возможности. Также пообщаться с более молодыми предпринимателями, которые только вступают на этот путь, дать им какие-то советы. Бизнес-сообщество городского округа Химки растет, развивается. Эта тенденция продолжает набирать обороты, открывая новые перспективы для сотрудничества и реализации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok